друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья вчера как и обещал вместе с нашими партнерами я подготовил для вас ролик мы подготовили для вас ролика о том что может произойти дальше с фондовым рынком постарались оценить и глобальные тенденции общие рыночные настройки взглянули на основной локомотив пожалуй все американская фондовая секция это индекса и сын пито есть на мой взгляд если вы имеете представление как может повести себя технологический сектор костяк и сын пи вы точно сможете ответить о том какие настроения будут характерны для nasdaq да и наверное даже частично для доу джонса также мы поговорили о перспективах акции теста и самое интересное то что по итогам нашего обсуждения мы пришли к выводу что фондовый рынок а точнее мы пришли к единой позиции того что с фондовым рынком может произойти дальше не буду сейчас раскрывать все карты иначе ролик не будете смотреться найдите несколько минут вашего времени посмотрите опять же комментарии приветствуются если что-то вы считаете было излишним в плане аргументации либо вы с этим не согласны взять пишите будет всем нам спикером и участникам этого обсуждения будет очень интересно знакомиться с вашей точкой зрения и друзья также ждем от вас темы для следующего выпуска свободного общения по сути вы являетесь нашими менеджерами контента та тема которая представляет интерес для вас можете писать в комментариях к этому ролику я пойму что частично это относится именно к новому формату и почему бы нет возможно уже через неделю мы запишем ролик на ту тему которая интересует вас впереди выходные с этим хочется всех поздравить жду вас безусловно в понедельник с полными сил с хорошим настроением потому что на следующей неделе мы с вами друзья как и все трейдеры как и все инвесторы и спекулянты станем еще ближе к долгожданному и может быть самому важному событию до исхода президентской гонки в сша это событие связанные с согласованием новых антикризисных мер сша новый пакет фискального стимулирования от конгресса вот я жду это прорывное решение потому что ставлю на рост фондового рынка ставлю на ослабление индекса доллара и все эти идеи к сожалению завязаны именно на решительности конгресса до тех пор пока власти не примут решение о том сколько денег будет выделено экономике до тех пор пока мы не узнаем реальную эту цифру площадки не раскачаются и те тенденции которые мы прогнозируем они не проявятся на финансовых рынках и не дадут нам возможности заработать вчерашняя торговая сессия это день коррекции фондовый рынок который снижался немного восстановился индекс доллара замедлил восстановительную динамику и дал собственно вот назад рисковые инструменты скорректировались рынок криптовалют наконец-таки оживился bitcoin снова улетел выше десяти с половиной тысяч я думаю что он это только друзья начала bitcoin по крайней мере уж точно не разочаровывал нас а в последние месяцы и по биткоину я остаюсь таким преданным покупателем быком рассчитывая на то что этот актив точно доберется до уровня 12 с половиной тысяч как ближайший целевой ориентир что касается самого интересного фона и события фундаментального вчерашнего дня это события фактически конца прошлой торговой сессии когда а спикер палата представителей нэнси пелоси сделала заявление о том что демократы фактически сейчас готовы одобрить новый пакет фискального стимулирования на 2 и 2 триллиона долларов друзья это больше чем мы с вами прогнозировали больше чем я ожидал то есть я рассчитывал на то что сумма будет все-таки обсуждаться как медианная там значение между предложениями республиканцев и демократов там полтора но может быть чуть чуть больше полутора фактически 2 и 2 триллиона не фактически пелози подтвердила что готова обсудить этот фонд уже с белым домом на данный момент конгресс занята назначением нового верховного осозе и эта тема добавляет неопределенности на рынке потому что совсем недавно трамп добавил о верховном суде полномочий отметил что именно верховный судья будет определять кто все-таки станет следующим президентом америки и в частности трамп планирует предложить свою кандидатуру верховного судьи в эту субботу вполне возможно что в понедельник нас ожидает очень интересное открытие рынка если конечно же рынок трепет подойдет к этой теме осознавая то что после назначения трамп трампом верховного судьи точнее предложение кандидатуры а в конгрессе начнутся очень серьезные баталии готовимся к всплеску волатильности как и всегда друзья контролируем риски ну а пока работаем с тем а что есть нефти 42 67 пока что баланс смещается в сторону покупателей я накануне говорил что в зависимости от того что мы увидим по данным по запасам инициатива на стороне а тех трейдеров хотя окажется то есть если будут данные по запасам со знаком минус то есть принципе такие а цифры мы и увидели на фоне равного новостного новостной составляющей именно фундамента покупатели все-таки возьмут вверх и смогут вытащить котировки это и произошло я по-прежнему рекомендую держаться подальше от рынка углеводородов потому что не забывайте стоит например снова появится новостям о начале зарождения нового урагана в мексиканском заливе это тут же может спровоцировать опять же сначала и продолжение восходящего ралли а потом например трейдеры все-таки вернуться к последствиям второй волны пандемии решат что мировая экономика из-за этого не вытянет по спросу и это уже обвалит котировки пока у нас не будет однозначной картины в рынок черного золота лучше не лезть рубль 77 14 посмотрите даже на росте нефти российская валюта находится под серьезным давлением американского доллара что произойдет когда нефти например развернется и снова будет тестировать 40 долларов за баррель закрепиться ниже я уверен то что для российской валюты реальность уже новая реальность находится выше текущих значений это 80 рублей и выше надеюсь вы согласны со мной индекс доллара 94 38 здесь тоже коррекция поскольку у нас есть уже ожидание того что конгресс может переключиться на обсуждение нового пакета фискальных стимулов друзья я думаю что вот как раз текущее значение ниже 95 по индексу доллара это вот предельные значения роста американской валюты дальше будет снижение заявки на пособие по безработице которые вышли накануне подтвердили что американская экономика слабеет потому что слабеет сектор труда 870 тысяч обращений это очень много прогноз был 843 тысячи и собственно вчерашнее значение она превысила данные по заявкам которые мы видели месяца назад рынок труда буксует опять же если продолжать развивать тему общего состояния американской экономики без повышенных пособий мы знаем что и потребительская активность уже дает сбой это все конвертнется в более слабые показатели ввп в сухом остатке получается что слабая макроэкономическая картина конвентура вот статистическая она оправдывает комментарии паула вчерашние его заявления пламенные призывы конгресса о том что экономике нужны деньги потому что дополнительный приток ликвидности только это может помочь федрезерву решить проблему высокая безработица слабой потребительской активности и крайне низкой инфляции возможно конгресс прислушается к этим комментариям и даст эти деньги уже на следующей неделе по индексу доллара я смотрю по-прежнему вниз золото отбилось от планки 1850 идет на значение уже в район некогда бывшей поддержки сейчас это сопротивление 1900 тоже полагаю что вряд ли мы уйдем ниже 1850 биткойн уже сказал 10700 моменте мы видим котировки евро против доллара 1663 здесь друзья до тех пор пока все-таки от конгресса не будет решения сохраняется риск того что евро может просесть еще сильнее ну по обсуждению с моими коллегами опять же вряд ли евро может выйти ниже отметки 1 1550 мне вовсе видится то что текущие значения также являются уже предельными и европейской валюте пора бы уже отрастать а фунт против доллара вот этот актив британец остается среди уязвимых потому что здесь и брекзит и здесь и рост количества случаев коронавируса и меры ограничения по контролю за распространением пандемии то есть это фактически частичный локдаун к сожалению количество ежедневно фиксируемых случаев увеличивается с каждым днем и если ситуация будет развиваться подобном ключе то возможно правительство англии вновь вернется к вопросу к идее тотального карантина на две недели что обсуждалось в начале текущей пятидневки поэтому здесь рисков больше чем какого-то позитива тем более что последние отчеты по активности в производственном секторе сфере услуг также уже готовит нас более слабым показателям экономического восстановления фунт лучше продавать друзья и цели 125 как было раньше на этом собственно все хорошего вам закрытия текущей недели и до скорых встреч понедельник всем пока